Господи, это будет Евангелие от Луки, 11 глава, с 38 стиха. В продолжение пути пришел он в одно селение, здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Марии, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении, и подошедшая сказала, Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Одно только нужно, Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее. Мы знаем, что Господь был приглашаем в гости не только Марфы и Марии. И даже фарисей приглашали Господа, как вы знаете. И даже фарисей, пригласивший его, вероятно, все-таки склонялся к мысли, что он пророк. Но когда он увидел прикасающую женщину к нему, он изменил мысли и сказал, ну, наверное, он не пророк. А Господь ему открыл больше, чем пророк. Он открыл даже сердечное состояние этой женщины, которая рыдала и плакала. Да, Господь проницает сердца. И Господь даже, кажется, в гостях, и все-таки он продолжает свой труд. Вот удивительно. В гостях он продолжает открывать величайшие истины. И Мария так была прикована к тому, что говорил Господь, и забыла свою сестру, и забыла все угощения. Все забыла. Вот какой Господь был обаятельный. Когда он начал говорить, так люди просто не могли оторваться от того, что он говорил. Даже враги, которые приходили его взять, говорят, ну, никогда человек так не говорил, как он. Так вот, Мария, она забыла обо всем, буквально. Забыла, что нужно Господа угостить, ведь для этого его и пригласили. Вы знаете, часто нас сестра ругают. Мы проповедники, якобы на стороне Марии против Марфы. Да нет, дорогие. И Марфа, она искренне любила Господа. Поэтому так она заботилась сделать ему большое угощение. А Господь отметил, не это главное. Не это главное. А вот Марфа действительно заслушалась. И это благая часть, которая не может отняться у нее. Да, дорогие, даже в этом вот полемическом моменте и то Господь открывает величайшую истину. Я помню один рассказ, как один неверующий пришел к пастору для беседы о Боге. И уже стемнело. И пастор жил на втором этаже. И вот неверующий стал уходить. На лестничной клетке темно. И пастор как бы в продолжении своей беседы говорит. Подождите, я вам посвящу сверху. Нужен свет сверху. А тот в продолжении беседы отвечает. Достаточно естественного света. То есть он доказывал, достаточно света разума в познании всего мироздания. Тот говорит, да нет, нужен свет сверху. А тот упорно утверждает, что достаточен естественного света. И вдруг спотыкнувшись, он загремел туда, в самый низ лестницы. И этот говорит, ну говорил же я, тебе нужен свет сверху. Вот так, дорогие. Люди так упорно. Не хотят, чтобы Господь осветил светом свыше. И тогда легче будет познавать и тот мир, в котором мы живем. И духовное познание. Что же это за то главное, что Господь сказал? Одно нужно. Одно. В самом деле, бывают моменты в жизни, когда человеку нужно только одно. Спросите умирающего от голода, что тебе нужно. Он скажет, хлеба. Одно ему нужно. Хлеба. Больной умирающий хочет жить. Да. Одно ему нужно. Жизнь. Жизнь. Если бы мы остановили солдата в полусражении и спросили, а тебе чего нужно? Он бы сказал, мира. Ох, люди, люди. Сколько погибло людей в этих войнах. И в безумии своем гибнут люди не за что. Кончается сражение. Аналитики проверяют и думают, зачем заплачена такая огромная жертва. За что? Да, дорогие. Ищущим богатство нужно драгоценности. А богатым нужен плохой. Они вечно дрожат за свое богатство. Сироте нужны родители. Когда приходят в дом сиротский, где малые дети, то дети с надеждой смотрят, не мама ли с папой пришли. А часто приходят братья усыновлять детей. Иногда дети подходят и говорят, ты не моя мама. Ах, как хочется сиротам склонить голову к груди любящей матери. Им нужны родители. А, другим? Верующему нужен Христос. И не просто в гостях, а Христос, как Господин нашей жизни. Да, когда Он был во плоти, Он ходил в гости, не отказываясь. И, как вы знаете, Он приносил величайшую радость в тот дом, куда Он приходил. Даже когда Он пришел к Закхею, Закхей раскаялся. Этот человек грешный. Даже когда Господь вошел к нему, то Он слышал, как роптал народ. Что говорил народ? Зачем Он вошел к этому грешному человеку? Посмотрите. А Господь вошел во спасение этой души. О которой все знали, что Он такой вот уж обиратель всех. И Он принес туда радость раскаяния. И Закхей раскаялся. И Господь сказал, ныне пришло спасение дому сему. И Он сын Авраам. Ах, дорогие. Когда Господь входит в наши сердца, и мы раскаемся, как Закхей. Тогда оно приходит к нам спасение. Ныне пришло спасение тому, кто раскаялся и принял Иисуса Господом в сердце свое. Благая часть. Все в мире погибает. Все можно развеять. И богатство улетает. Я помню, как к нам приехал Мазаев. Бывший богатый человек. Если посмотрели, как он бедно был одет, вы бы удивились. Мазаев, куда у тебя делось богатство? Оно приобрело что? Крылья. И улетело. Вот так бывает богатство. Да, дорогие. Все в мире изменяется. Даже, как мы помните, говорили, что изрек Лев Николаевич Толстой прилатый такую фразу, и она замечательная, что все в жизни призрачно, одна смерть, реальность. призрачная красота, даже молодость, потому что она проходит быстро, красота, потому что улетает, даже богатство призрачное, потому что умрешь, с собой ничего не возьмешь. Призрач на все. только тот, кто имеет Христа Господом, Господином в своей жизни, это никогда не отнимется. Никогда. Но это нужно сделать по доброй воле. Господь никого не принуждает. Иисуса Господа именно нужно принять в свое сердце добровольно, безмерной любви к Нему. Он нас прежде возлюбил. Прежде. И если мы взаимно откликнулись на Его любовь, мы должны принять Его в свое сердце. Потому что, пребывая Он в нас, Он изменяет нашу жизнь. Он как изменил жизнь многих, так Он изменит и нашу жизнь. И мы будем новым творением, новым человеком, созданным по Богу. Вот поэтому Мария была блаженна. Она избрала эту благую часть, которая от нее не может отняться. Все можно отнять. Только этого не отнимут люди. Даже апостол Павел Утишая говорит, «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, никакие силы не могут отлучить нас от любви Божьей». Это сама история доказала. Если бы не Господь и не Его Божественная Сила Духа в сердцах искупленных, разве могла бы Церковь устоять в веках? Нет, не могла бы. Десять страшных гонений, десять императоров решили стереть с лика земли христианство. Оно не только не умешалось, а увеличивалось. Но, как я читал, инквизиция уничтожила больше, чем императоры. И именно уничтожали искренних детей Божьих. И они шли на смерть. Потому что сила Божья, сила Христа, она давала смело идти и умирать за Господа. «Не бойтесь убивающих тела, души же, не могущих убить». Это Господь доказал сам на себе. Он умер и воскрес, показав этим, что души убить невозможно. Да, дорогие, были чудеса, когда, не зная того, Авраам принял гостей. И кого он принял? Ангелов, удивительных вестников. И это принесло радость дому его. Потому что они возвестили, что, наконец-то, Авраам, у тебя будет тот сын, которого ты так долго ждешь. Наконец он будет у тебя. Правда, когда они были в пути, опечалили немножко Авраама тем, что, говорит, Содом будет истреблен. А там же мой племянник. Чего делать? Смотрите, какая любовь была у Авраама. Он начинает умолять Господа. И говорит, неужели ты праведников вместе с нечестивыми уничтожишь? Если там будет 100 праведников? Нет. Если будет 100 праведников, пощажу. Ну, а если там 50? Тоже пощажу. И так дошло до 10. Ну, ладно. И ради 10 пощажу этот город. И даже 10 праведников там не нашлось. Да, печально. Так же были гости, как мы слышали, у Ирода. И ужасно. Там ради гостей и ради клятвы что он сделал? Он обогрел руки кровью праведника, предтечи Господа, друга жениха, принести на золотом блюде голову. Ай, как ужасно! Чем кончился этот пир, а? Вот те и гости. Дорогие, чтобы Господь не был гостем в нашем сердце. Нет! Чтобы Господь был владыкой жизни нашей. И тогда мы не будем принимать вот таких гостей, которые приносят нам горе и печаль, а будем принимать гостей, которые приносят нам радость. Радость. Где был Господь, там была всегда радость. Так благослови нас, Господь, в этом, чтобы мы, если принимают нас, то мы приносили только мир в дом. Мир. Чтобы благовесие Евангелия было не на устах только нас, а в самой нашей жизни. Чтобы мы подтверждали слово делом жизни нашей. Хвала Господу вовек. Аминь. Аминь. Ставши помолимся. Боже Дима, слава Тебе за любовь Твою, которая объемлет нас. И мы благодарим Тебе, наш Иисус, что Ты вошел в нашу жизнь, в наше сердце и садил нас новыми чадами и ведешь могучей десницей в этом мире и даешь нам радоваться, имея общение с народом Твоим и с Тобою. Нет больше радости, как сидеть у ног Твоих, слышать глаголы вечной жизни. Ты всегда учил, дорожа временем. Да и нам дорожить временем, потому что она так быстро пролетает и все в мире изменяется. Пока вот такая свобода широкая, благовестия, что будет дальше, мы не знаем. Да, дорожить этим временем. Благослови всех нас, дивный Творец и вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. 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 Продолжение следует...